Добрый день, вот скажите, как мне не любить свою работу? В Москве дождь, слякоть, сырость, а здесь в городе Геленджик солнце, пляж, отдыхающие, море. Здесь проводится тест-драйв поддорных катеров Я и Марин. Мы приехали для того, чтобы посмотреть, что это такое и рассказать об этом вам. Черное море. На протяжении многих и многих десятилетий ассоциировалось оно с беззаботной жизнью курортника, чем-то не всегда достижимым и от этого еще более желанным. Много воды утекло с той поры. Уже давно изменились приоритеты в отдыхе. Открыты-закрыты ранние границы, но отдыхающие год за годом продолжают приезжать на Черное море, потому что это море умело удивлять всегда. Вообще, нужно сказать, что наша компания, то есть компания Yamaha Motors, выросла изначально из компании Yamaha Music. То есть изначально мы занимались непосредственно музыкой. В частности, в те времена мы производили пианино. Спустя какое-то время мы начали уже концентрировать свое внимание на другом. Мы стали, в свой взгляд, направлять на мото. Вот тогда мы стали производить мотоциклы и спустя некоторое время уже стали выпускать моторы для лодок, для марин, то есть для лодок, которые движутся по морю. Около 20 лет назад во многих европейских странах стал вопрос, как продвигать моторы Yamaha. На самом деле, многие конкуренты стали предлагать свои моторы вместе с катерами, то есть стали заключать различные соглашения, которые бы позволяли клиенту предложить полный пакет. Соответственно, Yamaha выбрала как партнера компания Konakesco, производителя катеров Yamarin, которые были созданы изначально для продажи на финском рынке, но достаточно быстро завоевали рынок восточной Европы, и в том числе ушли последствия и в южные страны Европы, такие как Италия. Стали продаваться в Великобритании, при том, что рынок катеров в Великобритании и в то время был достаточно насыщен. Стремительный рост благосостояния отдельных членов нашего общества привел к тому, что сейчас уже очень многие могут позволить осуществить себе свою детскую мечту и приобрести хороший катер с хорошим мотором. Вспомните, сколько книжек про капитанов мы прочитали с вами, будучи пацанами. Вот так вот нетвердый поступью изрядно подгулявшего матроса перемещаемся мы по этому пластиковому понтону. Это без спорта добавляет антураж, чувствуешь себя морским волком, море, шторм, качка. Но еще плюс к этому, мне кажется, что мы говорим новое слово в телевидении, мы создаем морское телевидение, так что если вас немножечко укачивает, извините, так было задумано. Как раз перед нашим приездом в районе Геленджика улеглась очередная буря. Но море еще оставалось достаточно неспокойным. Тем интереснее становился тест-драйв, на который были предоставлены новые катера марки Ямарин. Компания Ямаха Мотор выпускает подвесные моторы с 80-х годов. Компания имеет, по сути, это будет по правде сказать, самую большую линейку подвесных моторов среди всех производителей. Начиная от двух лошадиных сил и заканчивая 350-м мотором. Моторы как двухтактные, так и четырехтактные. Диапазон использования подвесных моторов, в принципе, очень многообразен и очень широк. То есть это начиная от маленьких надувных лодок, которые используются чисто для рыбалки, для очень любительской охоты. И заканчивая действительно большими пластиковыми катерами, многие из которых мы видим на данном мероприятии, которые используются для тоже разных целей, для отдыха, для любительской рыбалки, для профессиональной рыбалки. Они могут использоваться на море, на реке, абсолютно в разных странах мира и, в общем-то, для совершенно разных и многообразных целей. Один из ключевых вопросов – какой мотор брать? Ответ на этот вопрос уверенно вам даст любой из владельцев катеров. И каждый при этом останется при своем мнении. Потому что, как гласит пословица, на вкус и цвет товарищей нет. А некоторые, страшно подумать, вообще под парусом ходят. Но это не наша история. Моторы можно классифицировать на две большие группы – это двухтактные и четырехтактные. Практически у всех производителей есть вот именно эти большие группы, за исключением компании «Хонда», которые производят только четырехтактные двигатели. Двухтактные моторы, в общем-то, имеют определенное отличие от четырехтактных. То есть это и большая шумность, больший расход топлива. Но зато эти моторы более быстро выводят лодку на глиссер. Эти моторы, скажем так, более приспособлены для именно профессиональной рыбалки. Говоря о четырехтактных моторах, это, конечно, моторы более приспособлены и спроектированы для отдыха. Для действительно спокойного, непринужденного времяпрепровождения, для отдыха с семьей, для отдыха с детьми, для отдыха с друзьями. Эти моторы менее шумные. Моторы, где непосредственно используется раздельная горюче-смазочная смесь. Моторы более экономичные, более, скажем так, как это принято и в западных странах, и среди японских производителей, более дружелюбные к окружающей среде. Безусловно, данные моторы сейчас, как в России, так и во всем мире, имеют тенденцию к росту. Продажи данных моторов растут. И, в принципе, за данными моторами, по сути, будущее. На тест были представлены пять моделей катеров Yamarin, три из которых поступили в продажу с 2008 года. Это Yamarin 68 Cabin, Yamarin 68 Day Cruiser и Yamarin 62 Центр Консоль. Именно новинки нас интересуют больше всего. Yamarin 68 C. Здесь умещается восемь человек, во всяком случае, восемь сидящих. В принципе, при желании, если грамотно разложить все имеющиеся места, то и заночевать тоже могут восемь человек. Причем здесь есть небольшая плитка и есть даже небольшая раковина. А вот если здесь туалет, гальюн по-морскому, я пока не выяснил. Во всяком случае, тут не видно. Что называется, век живи, век учись. Вот он, к примеру, эргономики и вообще экономии пространства. Есть гальюн? Более того, здесь есть даже холодильник и стол. Так что все называется, все со всеми удобствами. Итак, позвольте себе представить. Модель 68 C, позиционируемая как катер для семейных прогулок. Двигатели устанавливаются мощностью 200 лошадиных сил, а для лодки, который весит, как небольшой легковой автомобиль, этого вполне, поверьте мне, достаточно. Клиент, выбирая мотор, он хотел бы получить более, скажем так, комплексное обслуживание, комплексный подход. Иногда клиент не разбирается в моторе, не разбирается в водном бизнесе, он не разбирается в катерах. Но ему хотелось бы быть на воде. То есть мы, продавая, предлагая катера Yamarin вместе с моторами Yamaha, предлагаем ему, на самом деле, полный цикл сервиса и услуг. Мы ему придаем катер, укомплектованный мотором Yamaha, предлагая качественный, развитый сервис на территории России. Таким образом, два года назад появился бренд Yamarin и в России. А это уже Yamarin 68 DC. Казалось бы, точно такой же катер, а нет. Более мощный двигатель, усиленной кранцевой доской. Здесь рекомендован двигатель 250 до 250. Там, как известно, максимально 200-ка. Здесь вместо 8 человек умещаются 7. В общем, это катер для более активного, более спортивного отдыха. Хотя есть точно такая же раковина, есть такой же холодильник. Ну и, конечно, гальон и каюта. Каюта, в отличие от предыдущего катера, закрывается дверцей. В общем, может быть, не такая вместительная, зато очень даже уютная. Мне нравится. Вот удивительное дело. Казалось бы, катера похожи, как две капли морской воды. Но не тут-то было. Невероятным образом Yamarin 68 DC дает понять, что он создан для другой жизни, как только ступаешь на его борт. И это действительно так. Он мощнее своего брата на 50 лошадок и легче на 100 килограмм. Российский рынок водной техники, в принципе, очень сложный. Развивается очень быстрыми темпами. Для многих производителей и продавцов достаточно неожиданно. Потому что, как правило, клиент, не подготовленный к этому товару, очень сложно сделать выбор, очень сложно найти подходящий для себя катер, будучи при этом абсолютно уверенным, что ты получаешь не только катер с первоклассным мотором, но и великолепный сервис. Когда мы остановились на бренде Yamarin, мы были вполне ознакомлены с тем, кто покупатель кутеров Yamarin в Европе. Как правило, это средний класс. Но также в линейку Yamarin входит несколько моделей. Они идут над средним классом. Это все-таки более обеспеченные люди, которые, скажем, имеют возможности приобретать более дорогие катера. В общем, впечатление от тест-драйва, простите за каламбур, море. Жаль, вот только за штурвал не пустили. К управлению допускают только тех, кто имеет права на управление подобными судами. Но оно и к лучшему. Уж больно прытким оказались катера. Катера все оборудованы вместительными топливными баками. Особенно это прогулочные катера размеров 6,8 метр и 7,6 метр, позволяющие пройти достаточно далеко по реке, по морю, без дозаправки. Основная также проблема в России, ни для кого не секрет, это отсутствие стационарных заправочных станций. Вот, что, в общем-то, опять же, в некотором роде является плюсом для катеров Yamarin. В общем, у каждого из катеров оказался свой характер. В качестве владельца 68С представляешь себе человека степенного, в возрасте, использующего свой катер для семейных прогулок, в том числе и на дальние расстояния. А вот открытые 68DC больше подойдет молодым и активным для коротких, но стремительных поездок в кругу друзей. Ну, а что касается Yamarin, мы начали совсем недавно, всего два года назад. И никто из нас не ожидал, что морской рынок в России будет развиваться такими темпами, такими стремительными темпами. Повсюду, причем начиная с Дальнего Востока до Запада, и вот в этих южных краях люди очень увлекаются катерами и яхтами. Так что я вижу огромный потенциал в этом сегменте рынка, причем именно в России. Ну что ж, доложу я вам. День, проведенный на этом плавучем понтоне, и на катерах в течение тест-драйва пошел, что называется, и шатка, и валка. А теперь, учитывая то, что работу мы с вами закончили, и находимся мы все-таки в Геринжике, который является курортным городом, пойду-ка я на Твердземную для того, чтобы там качественно отработать походку подгулявшего шкипера. Чего я вам желаю. Счастливо! 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 Счастливо!